МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атаковал кортеж главы Ингушетти. Пострадали несколько человек. Самого президента спас бронированный автомобиль. Репортаж Ольги Керихи. Ответ на вопрос, кто спланировал покушение на президента Ингушетти, неожиданно для себя оперативники получили в чеченском селении Цоцин-Юрт в доме 56-летнего Вахи Салтаханова, тести арабского эмиссара Аль-Каида Абудзейта, убитого в прошлом году во время спецоперации. Помимо оружия и боеприпасов в доме хранились ценные для спецслужб архивы, видео и аудиозаписи кровавых преступлений боевиков. Так называемые отчеты арабскому наемнику о проделанной работе. В ходе исследования этих записей и сопоставления с обстоятельствами расследования уколовного дела, которое было возбуждено два года назад о покушении на президента Ингушетти Мурата Зязикова, установлено, что к этому покушению, вы помните, взял тогда на себя организацию покушения Басаю. Он еще говорил, что через месяц мы все равно завершим и приведем в исполнение приговор Мурату Зязикову. Сейчас, значит, установлено, что к этому покушению активно готовился прямо участие Абудзейта. На диске надпись на арабском исполнение приговора президента Ингушеттии. Когда бандиты снимали эти кадры с расстояния примерно в километр, даже не предполагали, что покушение не удалось. Белая семерка, за рулем которой террорист-смертник, напичканная 60 килограммами тротила, движется по улице Войнахской, затем разворачивается и идет навстречу президентскому кортежу. Удар планировался нанести в лобовую. Водитель президента прижал машину к обочине, в тот момент и раздался взрыв. Он был такой силой, что в соседних домах стекла вылетели вместе с рамами, а на месте взрыва образовалась двухметровая воронка. Пострадали семь человек, в том числе трое охранников президента и девятилетний ребенок. Получил ранение и сам Мурат Зязиков, но в тот же день вышел на работу, чтобы успокоить жителей республики. Сегодня эти кадры он увидел уже со стороны. Подтверждаете ли вы, что это запись вашего покушения? Я подтверждаю. Если вы кто-то со стороны не сказали, что с этой машиной можно выйти живым, я говорю, не поверю бы. Силовикам предстоит исследовать еще множество таких записей. Возможно, они прольют свет на многие преступления, которые навсегда уйдут из разряда нераскрытых. Ольга Кири, Ольга Кузнецова, Владимир Черных, Валерий Хузмив и Виктор Ангелов. Первый канал. Северный Кавказ.